Так вот, у меня возникает вопрос, когда мне задают и говорят, что я беседую не на русском языке. Сколько вы сочинений написали? Сколько человек написал сочинений? Ну, сколько человек написал сочинений? Ну, сколько? Я примерно пересчитал на калькуляторе, это максимум, человек средний, даже больший. Даже я вам так скажу, что примерно количество таких специалистов, которые написали сочинения, это примерно 90%. Так вот, 90% моих зрителей написали всего лишь 180 сочинений в школе. Да-да-да, да, господа мои, да. Не более того, как? Сколько я написал сочинений? Ну, во-первых, надо понимать, что как бы есть чуть-чуть работы на телевидении, да? И 27 лет, если честно, вот, из 27 лет моей журналистской деятельности, я не стал бы журналистом, естественно, как такое, мне потом уже пришлось заниматься автостопом, и я написал примерно более чем 4 тысячи сочинений. Разница, понимаете, о чем беседую? Люди говорят, что есть специалисты того же уровня, но работающие в газетах. Не буду говорить о смысле бытия, может быть, количество сочинений у них чуть больше. Я имею в виду по количеству сочинений, но количество, по количеству страниц, да-да-да. Но из той же оперы я также пересчитал, они всего лишь сочиняют всего 1300 сочинений, да? Ну, понятно, да, что сказки мне не надо рассказывать по сути событий, я просто честно работаю для вас, потому что мне больше всего нравятся обыкновенные человеки, которые почему-то считаются быдлом от людей, которые занимают чуть-чуть такую мелкую, ну, какая мелкая, не мелкая позиция, ну, короче, те, кто пытается над нас деньги заработать. А это, как правило, продавцы всяких изделий, и вот они начинают ценники приподнимать по самые хиревые помидоры. Как-то недавно мне показалось и оказалось, ценники на продукты питания для моих кошек начинают взращиваться и очень не по-детски, не въезжают. А ну-ка, расскажите мне, вы все, большинство товаров для кошек, я имею в виду продукты питания, производятся в России. Вы там откуда упали то, у нас доллар вниз падает, у нас газ вниз падает, вы ничего не об... Да-да-да, вот я про то и говорю, в эфире этого говорить как-то не получается. Но у меня возникает второй вопрос, а зачем я их вообще-то кормлю? Потому что первая кошка, это было чуть позже, а первая собака у меня появилась в 1982 году. Я себе взял очень хорошую типа овчар, которая выросла замечательным двор-интерьером, но она была вкусная и красивая, и я ее реально спасал неоднократно. Но не я ее убил, естественно. То есть, если мы будем говорить о тех вещах, что случается со мной, ну, не так часто это происходит. Чем я ее кормил? Да тем же, что и ел сам. Чем я кормил самих своих кошек? Тем же, что и я ел сам. А чем я сейчас буду кормить? Вот, давайте поговорим о том, что они едят. Не так давно я сделал материал, реально вам показал материал. Магазин удачный, я перекусил едой из консервов для кошек и для собак, и единственное, чего там нету, нету там ни соли, ни специй, ничего, понимаете? То есть, все то же самое, что мы готовим для себя, мы можем приготовить для наших животных. И при этом в денежные средства мы попадать не будем. Вы же должны понимать, да? То есть, наши же животные могут есть то же, что и мы. А что вы забыли? Ну, зря, кстати. Что касается того, чем я буду кормить? Да, вы мне хотели бы задать вопросы, как можно бомбануть таких товарищей. Каким макаром? То есть, просто пункт номер один, не заходить к ним. Не заходить в сетевики, потому что там, по сути, события-то есть нечего. Ну, нечего, там есть, поверьте мне. Ну, я там в сетевиках бываю за единственными вещами, которые мне реально необходимы. Ну, бывает редко, то есть, я туда не появляюсь постоянно, естественно, нет. А вот, подсолнечное масло, ну, к сожалению, никак-то не получается, да? Вот за ним приходит, а больше я там ничего не... Ну, иногда беру что-то, не всегда то, что я высаживаю, взрастает, поверьте мне. И поэтому я беру там чеснок и все остальные вещи, в небольшом количестве. Но теперь уже в связи с тем, что вы должны были посмотреть мой предыдущий сюжет, естественно. Мясо я даже в тех магазинах, которые нам продают, а знаю цену мяса. Так вот, цена мяса оптовая, потому что я вам уже неоднократно сказал, что фермерский хозяйство в природе не существует рядом с городами, этого невозможно. Тот же калькулятор возьмите и пересчитайте, что, грубо говоря, на один день на 50 человек съедается одна свинья. Вы ничего там посчитаете, сколько? Ну, просто, тупо, бери. Вам ничего сложного нету. То есть, грубо говоря, наше население города, это 500 тысяч, ну, примерно. Ну, почему нет? Пусть 500 тысяч человек. Это сколько свиней вам необходимо? Да их не существует. Нет, они берутся в промышленную... Почему нет? Так вот, промышленность, я сейчас еще раз объясняю. Обратите внимание, может быть, вы это не поймете сразу же, да? Зайдите сбоку и посмотрите, на каких машинах они ездят. У них там все реально в порядке. То есть, они нас обманут. Мы за это дело платим, им деньги, вам это нравится, мне нет, естественно. Зачем мне это нужно? Правильно. То есть, я пойду просто в светофор, возьму себе пол туши, спокойненько, ничего сложного. Да, там не будет все так ровно вырезано, естественно. Ну, да ладно, ничего. Топориком обрублю, у меня будет еще и свинина, сальцо. Свинина будет, сальцо будет. А что плохо-то в этом, вроде? То есть, я вам еще раз говорю, оптовая цена для продажи, это 122 килограмм. Когда он начинает протирать по ушам, скажите, а я смотрю Алексеевича Зайкина. Да, я буду ими ненавистен, но я работаю для вас. Что касаемо наших, естественно, животных, красивых и ненаглядных, то я не стал брать головы куриные. Не хочу и все. Их можно сделать, но вот с клевами как-то. Я не знаю, о чем идет речь. Есть другие вещи, отдельная часть, к слову о том, что мы эти головы куриные едим. Не в курсе будете, да? Это вот мясо куриное такое, обвалки. Там все, там туда все сливается, поверьте мне. Там как такого мяса нет, там одни жилы. Одни жилы, одни коричи, и все это дело переваливается. Это вот спокойное мясо, которое везде и всюду вам добавляется. А вы это дело кушаете. Ну, почему? Потому что там есть очень серьезная мясорубка, которая превращает все это дело в лохмуте реальной. Я вам другой вариант покажу, свою домашнюю мясорубку. И вы поймете, что она как бы там бредятина у меня не существует. Так, слово о бредятине, о мыслях, слухе, естественно. Внимательно посмотрите YouTube канал. Там очень много сюжетов про Украину. И там очень много склеек. Это мы о чем говорим? У меня нет ни одной склейки, потому что я работаю. У меня в голове все это дело срабатывается. В голове у меня идет отдельный... А, вы забыли, да? Есть такое понятие, как называется... Сам монтаж. Монтаж в связи с качественным текстом. Так, перед тем, как я этот текст наговариваю, он у меня в голове уже отработал. И поэтому склеек здесь нет. Я знаю, о чем идет речь. Потому что я очень сильно люблю мои камеры. Мне не надо их напрягать. Мне не надо напрягать монтажный комплекс. Не надо мне его напрягать. Я работаю, потому что я работаю уже 27 лет. Ну да ладно. То бишь, я решил не брать голову. Я решил брать, знаете что? В большом количестве у нас продаются замечательные шейки. Мало того, сейчас я чуть-чуть объясню. То бишь, я вам продемонстрирую. Сейчас я положу их в разморозку. Это обыкновенная шейка. Ничего страшного. Здесь примерно килограмм. Сейчас ты их брошь сюда в разморозку. Пускай они размораживаются, чтобы быстрее это можно было бы сделать. Не торопитесь. Уже потом я положу их в скороварку и продемонстрирую, как это делается. И я как раз в скороварку набираю совсем небольшое количество водички. Много водички там и не нужно. Достаточно, чтобы она их закрыла примерно на столько, сколько есть у меня шеек, на сколько я примерно водички добавляю. Единственное, в чем вариант и почему скороварка, сейчас объясню. Почему скороварка? Во-первых, это гораздо будет быстрее, естественно. Сейчас достану мои шеечки спокойненько. Нет абсолютно необходимости их полностью разбирать и раскачекаривать. Это вам не нужно, да и мне в том числе. Потому что это будет скороварка, они в любом случае там развалятся. И все, мы потихонечку их сюда сложим ровненько. И вот почему скороварка. А, стоп! Тут я опять лоханулся, видите, немножко. То есть они были полностью заморожены, а микроволновка очень хорошая штука. Ровно 3 минуты, и вот вам полная заморозка превратилась практически в полную разморозку. Почему? Да, пускай они находятся эти, вот кто нас швыряет. Там есть такие вещи, которые, в принципе, вы можете себе купить. Они, кстати, мне достаточно тоже нравятся. Я себе из маслов делаю замечательные борщи, а маслы там дешевые. Потому что они же вам типа втирают, только смотрите, как они делают, чтобы это было вообще интересно и красиво. То есть берется мясо, в смысле оптовая цена промзабоя, по которой они берут, это примерно 110 рублей. Вам они втирают в космос, естественно. А как можно из промзабоя сделать красоту? Ну, типа, вот смотрите, мы же вам берем вырезку и все остальное. Представляете, сколько они зарабатывают, просто тупо распиливав все это дело. Я сейчас брошу все это дело и скажу, что, ребятки, я и сам, в принципе, все это дело готов сделать. И не парьте музыки, я вообще конкретно не умею себе, никому и не людям. Вот, я ее сейчас поставлю на разогрев, где-то минут через 5 я уберу пеночку, естественно. Вот, закрою ее. Для чего все это делается? Это делается гораздо потому, что было бы интересней сделать процедуру приготовления поменьше времени, которое мы могли бы потратить на кухне. Почему скороварка? Показываем вариант. То есть скороварка тупо закрывает вот так вот. Все, и там температура, естественно, превышает, потому что в закрытом состоянии температура будет выше, а давление будет так спрыскиваться, понимаете? Вот я тебе про что говорю. Вы зря это забыли, про это надо помнить. Мы же так же и жили раньше. Так что тупо скороварку, она, кстати, не сильно дорого и стоит. То есть, в принципе, скороварка стоит примерно 700 рублей. Это ровно 700 рублей. Вы потратите, грубо говоря, за 2 недели питание на своего животного. Купите спокойненько и не парите мозги. Вкуснятая штучка. Все. А после этого я вам продемонстрирую, как все это дело готовится. Это будет чуть позже, через некоторое время. Ну и вот так вот потихонечку, в течение часа, абсолютно не торопясь, ваши шейки отварились. Теперь, что я вам предлагаю сделать. Можно, конечно, вашего кота заставить кушать. Почему нет? У меня уже в конце до концов в челюсти есть, правильно? Но мои коты уже самые старенькие стали. То есть, моему топовому коту сейчас уже 75 годков. То есть, он уже прожил 15 лет. Один год жизни человеческой, это 5 лет жизни кота. То есть, он уже прожил 15 лет. И если честно, у него уже зубы-то нету. Мало того, что у него зуба-то и нету, сейчас я расскажу, у него проблемы с глазом. И все это дело, на кого упало, естественно, папа. Ну, кто еще должен котами-то заниматься, естественно. То есть, мама с сыном ушла, а папа решил с тремя котами жить. Ну, и ничего страшного, проживем мы дольше. Сейчас объясню, что в моих руках. Вот это в моих руках, это мясорубка. Да-да-да, мясорубка образца 1969 года. То бишь, она старше, чем я. Нормальная, качественная, крутая мясорубка. Скажу честно, это вал мясорубки. То есть, он сюда вставляется. Так вот, вал на этой мясорубке я не смог сломать. Да, а вот саму четырехугольную штучку для размалывания мяса я сломал. Пришлось другую брать, ну, помощнее. Специально взял самую мощную. Вот, и теперь самый другой вопрос. То бишь, я не знаю, есть ли у каждого первого встречного такая мясорубка, но вы сможете ли использовать кухонный комбайн? Возможно, если это получится. Только надо брать туда серьезное. А в связи с тем, что мы не хотим, чтобы это все превращалось в пыль, я взял самую толстую интересную сеточку. Ну, и сеточку, это называется то, через что будут ваши кости сминаться. Да-да-да, помните, да? Ваши кости сминаются через мелкую сеточку, а там такие мясорубочки, у которых не одна человеческая сила, а лошадей так много, и вы кушаете куриное мясо кур, обвалки. Не беспокойтесь, в мясе кур, обвалки все то же самое. Да-да-да-да, только просто все это дело не переваривается. К слову о том, что я не стал убирать бульон, потому что я хочу, чтобы кошки ели не просто это, мясо с костями, оно будет хорошо сделано. Я хочу, чтобы это была более желеобразная штука. То есть, давайте все-таки определимся, что и мы это все едим, но бульон чем хорош? Тем, что, во-первых, это была скороварка и за час, а это уже не скороварка. То есть, если мы будем говорить, что час работы скороварки – это примерно 2 часа обыкновенной кастрюли. То есть, вы понимаете, что там уже практически все влокнуто и превратилось. То есть, в принципе, красиво и ровно сделано. Вот, сейчас я закреплю. В принципе, тут сложности нет никаких. Спокойненько накидываем и не торопясь переделываем. Вот, собственно говоря, и все. Это немножко простоит. То есть, в принципе, я вот не сильно выкобиливаясь, не сильно работая и втирая, я могу это сделать так просто, не напрягаясь, как правило. Ну, естественно, приходится немножко, посмотрев, что косточки надо чуть-чуть подработать. Но, в принципе, они очень легко прокручиваются. Ну, может быть, ваша не такая мясорубочка это сделает по-другому, а если нет, тогда надо будет что-то искать. Но я не ищу, я беру тот самый советский вариант. Вот смотрите, вот так вот все это дело получается. Потом оно очень вкусное, ну, в смысле, может бронь. Вот, реально. Добавляем сюда бульончик и все. И у вашего кота удовольствие полные пятки. Потому что это уже то, что нужно. И, в принципе, давайте определимся с ценой вопроса. Цена вопроса. Либо, как вам сказать, 160 рублей это самый недорогой вариант. Но на неделю это вы вряд ли сможете прокормить двух животных. Я прокормлю. А нормальные типа мега, типа супер, типа корма, это, грубо говоря, на одного животного вам обойдется примерно 400 рублей. Только это свое, а то из чего сделано. Так, может быть, все-таки голову включить? Кинуть этих товарищей, которые на вас деньги зарабатывают. И самим это сделать, никаких проблем не возникает. Зато едят они то, что нужно, а не то, что сделано без всяких красочных прелюдий. Зеленый. Желтый. Малиновый цвет. Нет, это все оригинально. Все оригинальное. Даже есть косточки. Делаем, может, так. Делаем, может, так. Ну, так я. Это, как я грустно вижу человеку. Один.